Путешествие по странам Евразии Это лучше характеризует миниатюрные государства. Они доказали всему миру, что самое главное их богатство как раз в их миниатюрности. Княжество Монако расположено в южной части Европы, на берегу Средиземного моря. Это крошечное государство, площадь которого 1950 квадратный километр, является также одним из самых густонаселенных в мире. С юга оно умывается водами Средиземного моря, а с суши окружено территорией французского департамента Приморские Альпы. Длина береговой линии около 4 километров. Монако включает слившиеся округа города Монако, Старый город, Монте-Карло, Лакандамин, деловой центр и порт, и Фонвье, промышленный район. В рельефе Монако преобладают скалистые и холмистые поверхности, которые являются продолжением Приморских Альп. Наивысшая точка – скала Монаги. Ее высота 140 метров над уровнем моря, и расположена она на северо-западе княжества. Страна небогата природными ресурсами. Климат Монако средиземноморский, с мягкой и влажной зимой, и сухим, и жарким летом. Территория княжества расположена на узкой, постепенно понижающейся полосе вдоль Средиземного моря, за прибрежным горным плато Франции. Вдоль береговой линии осушены большие территории для строительства зданий, пристаний и пляжей. Вся территория страны плотно застроена. Средняя плотность населения – одна из самых высоких в мире и составляет 15 321 человек на квадратный километр. Подданных Монако – манегасков – всего 6 тысяч. Это коренные жители страны, по происхождению – французы. Кроме манегасков в стране проживают иностранцы – французы – 13 тысяч, итальянцы – 5 тысяч, англичане и другие. Право голоса на выборах в парламент имеют только манегаски. Все граждане Монако освобождены от уплаты налогов, но им запрещено посещать казино. Столица страны – город Монако с численностью жителей 3000 человек. Живописно расположился на плоской площадке скалы и сохранил средневековый облик. Начиная с XIX века мягкий климат и Средиземное море начали привлекать в страну большое количество туристов и сделали ее всемирно известным курортом. Основными достопримечательностями Монако являются княжеский дворцовый комплекс, построенный в XIII-XIX веках, знаменитый океанографический музей, ежегодно принимающий большое число посетителей, музей первобытной антропологии, кафедральный собор, возведенный в конце XIX века в псевдороманском стиле. В Лакандомине проживает большая часть населения страны. Здесь находится морской порт, национальная библиотека и стадион. Монте-Карло всемирно известен своим казино. Ватикан – город-государство, который появился в 1929 году. Ватикан – это духовное или священническо-монархическое государство, управляемое епископом Рима. Самыми высокими функционерами являются католические священнослужители различных национальностей. Ватикан – это верховная территория Папского престола и местоположение местожительства Папы Римского. Град Ватикан расположен в центральной части Аппенинского полуострова, в 20 километрах от побережья Теренского моря, и со всех сторон окружен территорией Рима. Ватикан находится на западе центральной части Рима, на правом берегу реки Тибр, в нескольких сотнях метров от реки, на небольшой возвышенности, являющейся частью древних ватиканских холмов. Климат Ватикана, как и климат Рима, умеренно средиземноморский, с мягкой и дождливой зимой и сухим и жарким летом. Территория государства, занимающая площадь 0,5 квадратных километра, по большей части ограничена оборонительной стеной и простирается также и на площадь Святого Петра вдоль белой демаркационной линии, соединяющей внешние края колоннады и обозначающей границу государства по краю площади, куда обычно открыт свободный доступ. Хотя эта площадь и является территорией Ватикана, согласно нормам она подконтрольна полицией Итальянской Республики. Общая длина государственной границы, проходящей только по территории Италии, составляет 3,2 километра. Во внутренние пределы государства ведут 6 входов, охраняемых Пантификальной Швейцарской Гвардией и Жандармерией государства Града Ватикан. Основу экономики Ватикана составляет и туризм, и жертвование католиков. Работают в Ватикане в основном итальянцы. Большая часть граждан Ватикана – это служители церкви. Андорра – одно из карликовых государств на юго-западе Европы, не имеющие выхода к морю княжества, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Территория Андорры – гористая, рассечена несколькими высокогорными долинами. С северо-востока на юго-запад страну пересекает река Валира и Орьеш, а горные склоны усеяны множеством небольших ледниковых озер и источников минеральных и термальных вод. Высшая точка страны – вершина Кома-Педросса с высотой 2942 метра. Площадь страны насчитывает всего лишь 468 квадратных километров, а численность населения составляет 65 тысяч человек. Андорра является одним из самых маленьких государств мира и превышает по площади лишь такие мини-государства, как Лихтенштейн, Монако, Сан-Марина, Ватикан. В стране нет железных дорог, портов или аэропортов и даже собственной валюты. Основной язык здесь – каталонский, но большинство андорцев владеет также французским и испанскими языками. Основой экономики Андорры составляет туризм – это горнолыжные курорты, и торговля – Андорра является беспошлиной зоной. Ежегодно в Андорру прибывают около 15 миллионов туристов. Большая часть из них – однонемные шоп-туристы из Испании и Франции. Андорра является офшорным экономическим центром Европы. Основное занятие сельского населения Андоры – это пастбищное животноводство. Главным образом – пастбищное овцеводство. Разводят также коз и крупный рогатый скот. На лето андорцы переселяются в высокогорные деревни, где на субальпийских и альпийских лугах выпасают скот и заготавливают на зиму сено. Во многих населенных пунктах, начиная с сентября, устраивают ярмарки для продажи скота. Самая большая из них проходит в столице. Ярмарки сопровождаются исполнением народных танцев. Из-за дефицита плодородных земель обрабатывается только около 4% территории страны. На этом урок окончен. До свидания.